Масленичная неделя в разгаре. Мы провожаем зиму, встречаем весну. Праздник, который отмечается со вкусным угощением, уже дошел до середины. Как жители Твери проводят Масленицу, узнала Елена Кандидатова. Ни для кого не секрет, что на этой неделе отмечается один из самых вкусных и сытных праздников – Масленица. Издавна этот праздник считался символом проводов зимы и наступления весны. Сопровождался большими гуляниями и развлечениями. Мы решили поинтересоваться у жителей Твери, как они отмечают Масленицу. Сколько блинов уже успели испечь или даже съесть? Масленицу с семьей обычно блины едем. Блины? Сколько делаете обычно? Очень много. Ну, такую стоп порядочную достаточно. Ну, может, штук 20 точно. А сколько ты уже успели съесть на этой неделе? А все уже все, Масленица впереди? С 11 числа началась, да. Правда? Нет, не знала, серьезно. Но нет, пока не успела, как видите. Мы испекли уже две пачки блинов. Наверное, по штук 40. Любим по вечерам собираться вместе. Ну, естественно, есть блины. Часто бабушка готовит нам клубничное варенье. Мы пьем че с блинами. Успели испечь блины? Конечно. А сколько? Много. А как отмечаете обычно с семьей? И с семьей, и в гости ходим. Иди лететь блинами. К себе в гости зовем. Я хожу в гости. Ходите в гости, гости у тебя. Да, на блины. Вот завтра пойду. Я ее не отмечаю. А блины тоже не печете? Да, и с семьей даже не печете блины? Нет, у нас особо к этому никак не относятся. Во всежитии, в компании соседей, друзей. А блины печете все вместе? Ну, надеюсь, будем петь. В масленичной неделе каждый день имеет свое название. Понедельник – это встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки, воскресенье – проводы. И в определенный день есть свои особые правила. Конечно, сегодня не часто встретишь тех, кто полностью соблюдает все старинные обычаи. На сегодняшний день из традиции осталось печь блины всей семьей, ходить друг к другу в гости и вместе лакомиться угощениями. Как отмечать этот праздник – дело каждого. Кто-то проводит его в кругу родных и близких, кто-то приглашает друзей к себе в дом, а кто-то пропадает на кухне, готовя блинчики одни за другими. Как бы то ни было, масленица – отличный повод собраться всем вместе, проводить зиму и встретить солнечную весну, насладившись блинами.